Приветствую всех любителей шахмат! Сегодня я хочу представить вашему вниманию одну из самых быстрых партий 9-го чемпиона мира Тиграна Петросяна. Эта встреча состоялась в 1960 году во время проведения первенства СССР по шахматам среди мужчин. Соперником Петросяна стал Алексей Суэтин. Петросяну принадлежали белые фигуры и он начал партию ходом С4. На доске после начальных ходов возникло английское начало и белые и черные развивают коней по направлению в центр. Ходом Е3 Петросян подготавливает построение пешечного центра, черные делают то же самое, следует ход Д4 и Д5. И в этом положении белые принимают решение разменяться на поле Д5 и перейти в позицию с изолированной ферзевой пешкой. На моем канале есть целый плейлист, посвященный этой проблеме Метельшпиля. Ссылку на плейлист я привожу вверху экрана. Кликая по подсказке вверху экрана, вы перейдете в этот плейлист и сможете ознакомиться со всеми необходимыми материалами. Здесь белые пошли слон Е2. Последовал ход А6 в позициях с изолятором. Полезно делать этот ход. Ну, помимо всего прочего, у черных появляется дополнительная возможность пойти С4 и Б5, захватывая пространство на ферзевом фланге и в целом организуя наступление на этом участке доски. Здесь белые рокировали, черные сыграли С4. И в принципе получается позиция из защиты каракан, но только в первой руке. Как бы белые разыгрывают защиту каракан. Здесь типовыми идеями за белых являются подрывы Б3 и если черные пойдут Б5, тогда А4. С идеей разменять все вот эти вот пешки на С4, на Д5 и за счет лучшего развития фигур получить какое-то преимущество. Другим возможным вариантом за черных был размен на поле Д4 и переход в чистую позицию с изолированной пешкой. В этом случае у белых планом игры, главным планом игры является размен легких фигур и переход в окончание, в котором слабость изолированной пешки будет сказываться. Ну а после хода в партии С4 белый играет конь Е5. Пользуясь тем обстоятельством, что размениваться на поле Е5 нельзя, поскольку белые устраняют защитника важного поля Д5, защитника пешки Д5. Ну и после отступления коня просто выигрывает пешку и получает лучшую позицию. Помимо всего прочего, своим последним ходом белые создают позиционную угрозу взятия на поле С6 с последующим подрывом Б3. И в случае всевозможных разменов у черных получается отсталая и следовательно слабая пешка по линии С, против которой белые могут организовать игру. Так что Алексей Суэтин принимает решение защитить коня дополнительно расположенного на поле С6. Здесь белые могли пойти Ф4, но как признавался сам Петерсян, ему не понравился ход слон Б4. Ну и в дальнейшем черные могут поменяться на С3 и вывести своего слона на поле Ф5, надежно блокируя позицию по белым полям. Теперь уже у белых возникает отсталая и следовательно слабая пешка по линии Е. И соответственно позиция черных будет поприятнее. Так что Петерсян не пошел здесь Ф4. Он разменялся на поле С6, ну и если черные здесь берут пешкой, тогда сказывается идея, которая была озвучена в предыдущем варианте. То есть белые играют Б3 и теперь если черные размениваются на Б3, тогда можно взять как и ферзем, так и пешкой. Допустим при взятии пешкой у белых появляется открытая линия А и возможность давить на изолированную слабую пешку А6. А также остается возможность давить на слабую пешку С6. Так что черные взяли здесь ферзем, белые все равно проводят подрыв Б3. Создается угроза взятия на С4 с последующим ходом слон Ф3. Поэтому Суэтин сыграл Б5, но этот ход является неточностью. Сильнее было по Петросяну пойти слон Б4, напасть на незащищенного коня и таким образом выиграть время для того, чтобы сделать в дальнейшем рокировку в короткую сторону. Например, если белые защищают коня ходом слон Д2, тогда уже можно пойти Б5. Ну и в случае стандартного подрыва А4 с угрозой взятия на Б5 и использования линии А, точнее подвисания ладьи на поле А8. Так вот, в случае этого хода черные могли пойти как ладья Б8, после размена на поле Б5 и на поле С4. Далее белые могут сыграть ферзя А4, предлагая размен ферзей. Ну и в принципе после размена ферзей хода слон Д7, белые внедряются в обжорный ряд, ничего страшного в этом нет. Черные убирают слона на защищенное поле. Дальше после хода ладья А1 они могут рокировать в короткую сторону. И получается позиция, в которой у черных защищенная проходная, но в качестве компенсации за это белые владеют открытой линией. Так что здесь примерное равенство. Если же на ход А4 черные пойдут слон Б7, что в принципе тоже возможно. Тогда после размена на поле Б5 и размена на поле А8, можно сыграть слон Ф3, создавая неприятный рентген против черного ферзя. Черные могут также разменяться на поле С3 и спрятать короля в безопасное место. После хода слон Б4 атакованная ладья куда-нибудь отступит. Белые могут сыграть ферзь С2. Ну и здесь в принципе также получается позиция примерного равенства, поскольку у белых в качестве компенсации за защищенную проходную со стороны черных имеется преимущество двух слонов. Но допустим после размена на А8 они могут пойти слон Д1 для того, чтобы защищать на Б3. Самим белым не стоит меняться на С4, лучше здесь поддерживать напряжение. Но после хода ферзь Е6 можно отойти на Д2 и таким образом вести партию. То есть здесь примерное равенство. Ну а в нашей встрече, как я уже сказал, Алексей Суэтин допустил неточность. То есть он пренебрегает принципом безопасности короля в дебюте, играет Б5. И соответственно Тиграну Петросяну удалось его за это наказать. Следует размен на поле С4. И естественно, что при вражеском короле в центре необходимо этот центр срочно вскрывать, чем и занимается в дальнейшем Тигран Петросян. Он играет Е4, временно жертвует пешку, но желает вскрыть все линии и соответственно добраться до этого короля. Допустим, если бы здесь черные взяли конем, тогда после размена на поле Е4, белый играет дальше Д5, атакует ферзя. После отступления ферзя спокойно развивает слона. Теперь черные должны что-то думать, им нужно прятать короля. Они могут пойти слон Д6, предложить размен слонов, но и в этом случае все равно у белых есть возможность захвата инициативы. Они дальше играют ферзь Д4, атакуют две пешки и одну из этих пешек отыгрывает следующим ходом. Ну, допустим, после рокировки можно даже не спешить сразу выигрывать пешку, а сыграть ладья Б1, захватывая открытую линию. Ну и после хода слон Е6, брать слона нельзя, поскольку ферзь провисает, белый забирает на С4 и здесь выясняется, что, во-первых, у них есть открытая линия. Они могут вторнуться в обжорный ряд, они могут нападать на черного ферзя. Помимо всего прочего, у черных очень слабая пешка на поле Е4. Дальше можно также напасть на эту пешку, в принципе, здесь у белых инициатива. Но черные сыграли не коней Е4, а взяли на поле Е4 пешкой. Белые сыграли слон Ж5, они развивают фигуру, помимо всего прочего, создают угрозу взятия на поле Е6 и дальнейшего взятия на поле Е4. С отыгрышем пешки и с идейным вскрытием линий вокруг черного короля. В этой позиции Алексей Суетин продолжает гнуть свою линию, полностью игнорирует централизованное положение своего короля и делает еще один слабый ход слоней в 5. Точнее было сыграть слоней Е7 для того, чтобы побыстрее все-таки рокировать в короткую сторону. Допустим, после хода Д5 и Ферзь С7, белый играет ладья С1, рано или поздно одну из пешек они отыграют, но зато черный успеет спрятаться королем, уйти королем из центра. Ну а после ошибочного хода в партии слоней в 5, белый начинает свое наступление. Они нападают на ферзя, теперь если ферзь отступает на поле Д6, тогда следует шаг. И в случае, если черный закрывается от шага слоном, белый забирает пешку, король черных по-прежнему в центре. Дальше белые могут забрать еще и на поле Е4, подключить к атаке ладью и здесь у белых очень сильное наступление на черного короля. В партии же Суетин сыграл Ферзь С7, белые разменялись на поле Ф6, испортили черным пешечную структуру, далее пошли слон Ж4. Идея входа в том, чтобы поменять своего пассивного слона на слона защитника, этот слон защищает пешку Е4. Ну и во-вторых, белый таким образом активизирует ферзя. Если бы черный слон отступил на Ж6, тогда белый забирает на поле Е4, казалось бы они жертвуют фигуру. Но дело в том, что после взятия на Е4, можно пойти ладья Е1, связывая слона. Теперь, если черный защищает слона, тогда шаг при отступлении короля Ферзь Д7 мат. Так что, играть слон Ж6 было невыгодно. И Алексей Суетин разменивается на Ж4. Белый забирает ферзем, нападает на пешку Е4, угрожает отыгрыш этой пешки. После хода Ферзь Е5, Алексей Суетин надеялся поменять Ферзей. Ну, допустим, на Ферзь Е4 он меняется и можно еще жить. Но белые, конечно же, не пошли на это. Они забрали конем, не опасаясь никаких вилок. Да, действительно, черные сыграли Ф5, создавая вилку, нападая и на коня, и на Ферзя. Но Ферзь спокойно отступает на Х5. И теперь выясняется, что если взять пешкой, тогда теряется Ферзь. Если же взять Ферзем на Е4, тогда белый играет ладья Е1 и опять-таки выигрывает Ферзя. Поэтому брать коня нельзя. И Алексей Суетин решил рокировать. Все-таки рокировать, но в длинную сторону. Здесь король также не находится в безопасности, поскольку пешек вокруг этого короля нет. Ну и, соответственно, белые легко доводят партию до победы. Они играют конь Д2, хотят забрать на С4 и открыть для себя линию С. Черные здесь сыграли С3. Если бы черные пошли Ферзь Д5, тогда все равно смело забираем на С4. И опять-таки нельзя брать Ферзем из-за хода ладья С1. И дальше белые выигрывают Ферзя. После хода С3, конь отступает на поле С4, нападает на Ферзя. Приходится Ферзю отступать. И далее следует ход Ферзь Ф5. Шаг черному королю. И если король отступает на С7, тогда можно еще на Ф7 забрать. При ладья Д7 сыграть Ферзь Е6. И здесь нельзя брать на С4, потому что следует ход Д6. Вскрытое нападение на Ферзя. И снова черные остаются без Ферзя и получают проигранное положение. Ну а в партии был сделан ход ладья Д7. Черные закрылись от шаха таким вот образом. Но после хода кони Е5 пришлось Суэтину признать себя побежденным в этой встрече. Поскольку белые напали на поле Д7, угрожает выигрыш качества. Если же здесь сыграть Ферзь Д5, тогда можно еще добавить ладья Д1 и выиграть чистую ладью. Но на ход Ферзь Д1 мы смело забираем ладью. Пользуясь тем обстоятельством, что черные не могут поставить линейный мат, так как их ладья связана. Такая вот быстрая победа в исполнении Тиграна Петросяна. Он наказал соперника за то, что он пренебрег одним из важнейших принципов игры в дебюте. А именно принципом безопасности короля. То есть Суэтин не развивал свой королевский фланг. Играл на ферзьевом фланге. Сыграл Б5. Это была первая неточность во встрече. Дальше был сделан ход слоны Ф5. Вот в этом положении. Вместо того, чтобы все-таки пойти слоны Ф7 и рокировать. Получая хоть и худшую, но все-таки играбельную позицию. Суэтин сыграл слоны Ф5. И дальше Петросян наказал своего соперника за такую вот наглую игру. Что же, если вам эта встреча понравилась, подписывайтесь на обновление канала. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. И до скорых встреч.